У Красного моря Не успели сыны Израиля покинуть Египет, как фараон уже пожалел, что отпустил их. «Что мы наделали?» — воскликнул он, глядя на опустевшие дворцы, где раньше обжигали кирпичи. «Зачем я отпустил этих рабов на свободу? Кто будет обжигать кирпичи? Кто будет строить города?» Он обернулся к одному из военачальников. «Где сейчас израильтяне?» «Они расположились на берегу Красного моря», — отвечал военачальник. Фараон приказал. «Подготовьте шестьсот колесниц. Возьмите самых быстрых коней. Я догоню евреев и заставлю их вернуться». И египтяне пустились в погоню. Мчались на колесницах фараон и его военачальники, за ними всадники и пехота, вся армия Египта. Сыны Израиля, которые расположились станом на берегу Красного моря, подняли глаза и увидели вдали настигающего их фараона. Впереди было море, позади — египтяне. В ужасе евреи стали упрекать Муше, «Зачем ты привел нас сюда, на смерть в пустыне?» Но Муше спокойно ответил, «Не бойтесь, Бог непременно защитит вас». Не успел он сказать это, как опустилось облако и скрыло стан Израиля от глаз египтян. Тогда Муше поднял свой посох и простер руку над морем. И Бог послал сильный восточный ветер. Ветер дул всю ночь. Море как бы раскололось. С двух сторон воздвиглись водяные стены, а между ними пролегла сухая тропа. Сыны Израиля спустились на эту тропу и перешли через море. В этот момент появились египтяне. Они ринулись в море вслед за евреями. Но колеса египетских колесниц отказали. Колесницы завязали в песке и перевернулись. «Скорее назад!» — закричали египтяне. «Бежим от сынов Израиля! Их Бог воюет за них!» Но было уже поздно. Когда последний еврей достиг противоположного берега, Муше простер свой посох. Воды сомкнулись и покрыли колесницы всадников, всю армию фараона. Ни один из египтян не уцелел. Потом Муше и весь народ запели благодарственную песнь Богу. «Кто подобен Тебе, о Господь? Кто подобен Тебе, могучему и святому, творящему чудеса?» Мирьям сестра Муше взяла в руки бубен, и женщины пустились вслед за ней танцевать и петь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...